Итак, уважаемые друзья, еще раз всем добрый день. Кто меня не знает, повторюсь, меня зовут Кумов Сергей. Я технический эксперт компании Сингента по овощным культурам. Мы продолжаем серию наших вебинаров и сегодня мы поговорим о томате. О том, как его возможно защитить в течение сезона как от грибных патогенов, так и от насекомых вредителей. Итак, уважаемые гости, на протяжении всего вегетационного периода томат подстерегают много на самом деле опасных болезней и вредителей. В том числе это корневые гнили. Они особенно опасны при ранней высадке томата в открытый грунт. Когда в теплице он был, скажем так, в комфортных теплых условиях и попадая в открытый грунт, особенно при условии нестабильной весной перепады в температуру другого грунта, чаще всего мы можем столкнуться с корневыми и прикорневыми гнилями. Также в момент начала роста вегетативной массы и вплоть до созревания и сбора урожая томат подвержен фитофторозу. Где-то начиная примерно с начала цветения, начала плодообразования и до уборки, томат подвержен альтернариозу. Помимо этого, есть и насекомые вредители, которые доставляют нам в течение сезона массу неудобств. Таковыми является хлопковая совка. Чаще всего она появляется в момент начала плодообразования. У нее, как правило, два поколения, поэтому этого хватает и на начало плодообразования, и так и, скажем так, на сбор урожая. В открытом грунте это данный вредитель. Если говорить про закрытый грунт, то чаще всего это томатная моль. Она начинает повреждать листовой аппарат в момент, скажем так, максимального роста и развития вегетативной массы. Но бывает и раньше. И в течение сезона можно встретиться с клещами и тлей. Итак, давайте поговорим о каждом из этих патогенов, о каждом из этих вредителей немного поподробнее, как с ним бороться в течение сезона. Если мы говорим про фитофтороз, то прежде всего, как понимать, что именно это заболевание на нашем томате появилось. На листьях образуются пятна. Чаще всего они имеют краевой эффект с такой белой каймой, как показано на фотографии с левой стороны. Если посмотреть на обратную сторону листа, то образуется спороношение гриба такого оливкового налета. Визуально он кажется таким маслянистым. Если степень поражения довольно высокая, то на стеблях тоже появляются темные пятна, включая и плоды. При сильном поражении они начинают буреть и загнивать. Но если мы увидели такую кардину, конечно, бороться с данным патогеном уже очень тяжело. Необходимо знать, какие погодные условия и вообще условия в принципе способствуют развитию фитофтороза на томате. Оптимальность считается температурой порядка 25 градусов Цельсия. И обязательное наличие капельной жидкой влаги на листе. Как правило, это ночное время суток. Но не стоит забывать, что фитофтороз активен при температуре от 1,5 градусов Цельсия и до 30. Поэтому даже в этих условиях томат подвержен данному заболеванию. Если мы говорим про температуру 25 и наличие капельной жидкой влаги, то заражение может произойти очень быстро, всего за 1,5 часа. И примерно через 3-5 дней мы увидим первое проявление. Если говорить про альтронариоз, то проявление у него немного другое. На листьях образуются такие небольшие округлые пятна концентрической формы, с характерной зональностью. И вокруг этих пятен образуется желтая кайма. На черешках, на стеблях также можно при сильном развитии увидеть вот такие характерные зональные пятна. Если говорить о плодах, то на них образуются вдавленные, темные, такие характерные пятна. В дальнейшем они могут растрескиваться, на них появляется спороношение. А обычно гниль появляется в районе плодоножки, где скапливается влага, которая способствует развитию данного патогена. Условия для распространения альтронариоза немного другие, в отличие от фитофтороза. То есть, если фитофторе необходима такая мягкая, комфортная температура и наличие капельной жидкой влаги, то альтронариоз отличается, скажем так, потребностью в ярком солнечном свете, в жаркой погоде и дождей ливневого характера. Именно в этих условиях альтронариоз очень сильно, скажем так, поражает томат. Особенно начиная с нижнего яруса во второй половине вегетации. Это нужно помнить и делать в соответствующей проффактической обработке. Если говорить о корневых и прикорневых гнилях, то это целый, скажем так, ассортимент грибных патогенов. Самые опасные из них – это грибы родопитиум и резактонии. Это именно те патогены, которые поражают растения в момент стресса, перепада температур, когда идет, скажем так, холодная продолжительная весна, и у нас была высадка в открытый грунт именно в этот период. Перепады температур снижают устойчивость растений, снижают иммунитет, и патоген этим пользуется. Как проявляется? На границе земля-воздух, на шейке, образуется перетяжка. И получается, через сосудистую систему не поступают питательные вещества в листовой аппарат, в верхнюю часть растения. И оно со временем увядает. Также может поражаться корневая система. Она начинает загнивать, ослезняться, как показано на фотографии с правой стороны. Как правило, она перестает нормально функционировать, и в последующем растение также начинает увядать. Конечно, когда мы видим вот такие симптомы, применять какие-либо продукты, препараты, но уже поздно. Такие вещи нужно делать заблаговременно. Итак, каким способом можно предупредить корневые, либо прикорневые гнили? В линейке компании «Сингент» официально зарегистрирован на томатах открытого грунта препарат под названием «Юниформ». В дозировке от 0,7 до 0,9 литров на гектар. Первая обработка идет, полив еще раз сады в фазе 2-3 настоящих листьев, но ни в коем случае не ранее. С расходом рабочей жидкости от 30 до 50 мг на растение. Вторая обработка профилактического характера уже в начале бутонизации с расходом рабочей жидкости от 100 до 150 мг на растение. Две эти обработки, первая еще в теплице, в момент выращивания рассады, и вторая уже в открытом грунте, непосредственно в процессе вегетации, отлично предупреждает наш томат от корневых и прикорневых гнилях, даже в условиях перепадов температуры. Если говорить о таких заболеваниях, как фитофтороз, которые сопровождают культуру практически в течение всей вегетации, то на этапе быстрого роста и развития вегетативной массы целесообразно применять ридамил ГОЛД-МС. Это двухкомпонентный препарат, содержащий в себе два действующих вещества, одно из которых контактного действия, которое очень быстро, скажем так, подавляет патоген, если он находится на листовой поверхности. Второй компонент проникает в систему и успевает за ростом и развитие вегетативной массы, тем самым предупреждает болезнь, скажем так, изнутри. В дозировке 2,5 кг на гектар с расходом рабочей жидкости от 300 до 500 литров на гектар. Нужно понимать, если это 300 литров, это небольшая вегетативная масса. Если это уже 500, то это когда куст уже довольно внушительных размеров. Поэтому нужно, скажем так, добиваться хорошего опрыскивания, хорошего нанесения, чтобы растение было защищено со всех сторон. И кратность обработок за сезон не более 4 раз. В тот момент, когда рост вегетативной массы уже не такой активный, но продолжает расти листовой аппарат, целесообразно применить препарат РИОС. Это трансламинарный продукт, который также, как и ринамил болтенцем, направлен на профилактику фитофтороза на томате. Если мы говорим про вторую половину вегетации, когда уже температура нарастает, и складываются погодные условия для развития не только фитофтороза, но и альтернариоза. В этот момент нам необходимо применить такие препараты, которые смогут нас защитить и от того патогена, от фитофтороза, и от альтернариоза. В данном случае, применив препарат РИОС-ТОП в дозировке 0,6 литр на гектар с расходом рабочей жидкости уже от 200 до 300, этого вполне достаточно, с кратностью не более 2 раз за сезон. Одновременно данной обработкой мы предостерегаем томат и от альтернариоза, и от фитофтороза. Также в системе имеет место быть препарат КВАДРИС. Это трансламинарный продукт, который очень хорошо впитывается в листовые пластины, распределяется внутри нее, защищая нас также от двух патогенов одновременно. С расходом рабочей жидкости до 600 литров на гектар и дозировкой 0,6 литра. За сезон его также можно применить не более двух раз за сезон, дабы не нарушить условия антирезистентной программы. Если мы говорим строго о второй половине вегетации, когда стоит сухая, солнечная, скажем так, погода, но в то же время идут проливные дожди время от времени, ливни у характера, в этот момент растение очень сильно подвержено заболеванию альтернариоза, а фитофтороз в этот момент менее опасен. Поэтому в данной ситуации целесообразно применить наш новый продукт под названием Меравис. Он узко направлен против альтернариоза, но с очень мощным, сильным, ярко выраженным действием. В дозировке 0,4 литра на гектар отлично справляется со своей задачей против такого серьезного патогена, как альтернария. За сезон также его можно применить не более двух раз. Уважаемые друзья, хотел бы заострить отдельное внимание на таком распространенном заболевании, особенно томата закрытого грунта, это серая гниль. Чаще всего поражаются плоды, еще зелеными, в области плодоножки. Появляется такое серое спороношение, как показано на фотографии с левой стороны. Но также бывает и поражается другая часть томата, в области цветочного рубца, где остается столбик пестика, либо венчик пестика. Также при сильном развитии страдают стебли, которые травмируются при уходе за растениями, особенно во влажную погоду, когда возбудитель поражает такие части, как верхушки побегов, листья и соцветия. Чтобы предупредить данное заболевание, исключительно в профилактических мероприятиях нужно применять препарат SWITCH. Этот препарат зарегистрирован в условиях закрытого грунта от 0,8 до 1,2 кг на гектар. С расходом рабочей жидкости от тонны до 1,5 литров. Такие дозировки характерны для именно закрытого грунта. За сезон, повторюсь, можно применить не более трех раз. Уважаемые гости, Виталий Медилайн спрашивает, скор от альтернариоза подойдет при цветении? Согласен, да, скор тоже подойдет от альтернариоза при цветении. Но, как я ранее говорил, есть препарат REVO-STOP. Он в себе содержит одну из составляющих препаратов скор и вторую составляющую, которая работает именно по фитофторозу. Потому что зачастую, когда вегетативная масса очень сильно развита, внутри создается свой микроклимат. А как мы помним, фитофтора развивается при температуре от 1,5 до 30. Даже если у вас на прямом, скажем так, в открытом грунте при прямых солнечных лучах температура выше 35, внутри при закрытой ботве все равно она будет ниже. Она будет порядка где-то 27-26 градусов Цельсия. Учитывая, что если есть еще полив, он охлаждает. Поэтому в данной ситуации целесообразно применять, скажем так, двухкомпонентный препарат, который защищает и от альтернариоза, и от фитофтороза. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, уважаемые гости, скажите, есть ли еще вопросы по фунгицидной составляющей? Ну, если нет, если все понятно, то давайте перейдем к вредителям. Где-то начиная с момента цветения, начала плодоношения, чаще всего мы можем столкнуться с таким распространенным и опасным, я бы даже сказал, коварным вредителем, как хлопковая совка. В то же время в условиях закрытого грунта много неудобств нам доставляет томатная моль. Паутинный клещ, как и в открытом, так и в закрытом. Тля также является, скажем так, комбинированным вредителем. И не стоит забывать про тепличную белокрылку, хотя чаще всего она встречается на огурце, но она и не брезгует и томатами. Итак, давайте разберем каждого водителя по отдельности и как с ним бороться в течение сезона. Если мы говорим про хлопковую совку, то, как правило, это начало плодообразования. Но профилактические работы можно уже проводить на этапе конца цветения. Существует три официально зарегистрированных препарата в условиях томата открытого грунта. Это препарат МАЧ, Проклейм и Проклеймфит. Как понять, каким препаратом работать и в какую фазу? Если мы говорим о препарате МАЧ, то в дозировке 0,5-литр на гектар его следует применять либо до яйцекладки, либо сразу после. Он обладает очень хорошим авиацидным действием. Что это значит? Он проникает через оболочку яйца и, скажем так, поражает зародыш. И гусеница не выходит из яйца. Это, скажем так, его большой плюс. Если получилось так, что у нас уже есть личинка, мы ее обнаружили. Это примерно первый, второй возраст, когда он еще совсем маленький, обязательно нужно обработать препаратом Проклейм в дозировке 0,4 кг на гектар до внедрения гусеницы в плод. Никаким потом другим препаратом, даже в каких-то максимальных дозировках, скажем так, в комбинациях с другими препаратами мы не сможем достать гусеницу из томата. Поэтому все обработки против чешу и крылых, включая хлопковой рисовку, должны быть направлены исключительно до момента внедрения гусеницу в плод томата. На сегодняшний день у нас официально зарегистрирован новый комбинированный препарат под названием Проклейм Фит. То есть он содержит в себе два компонента, которые работают одновременно по яйцекладке чешу и крылых и также по личинкам, то есть по гусеницам. Поэтому, если мы не понимаем, и если есть у нас, скажем так, и яйцекладка, и есть уже личинки первого, второго возраста, такие ситуации тоже бывают, то целесообразно применить уже комбинированный препарат. Дозировки 0,16 кг на гектар с расходом рабочей жидкости от 200 до 400 г на литр. Чем эти препараты еще, скажем так, хороши. Срок ожидания. Обратите внимание, что он порядка 5-7 дней. То есть этими препаратами можно пользоваться непосредственно перед созреванием томата и выждав примерно 7 дней, не бояться и отправлять эту продукцию, скажем так, на продажу на рынок. Если мы говорим про закрытый грунт, то основным злостным вредителем из семейства чешу и крылых, то это, конечно, томатная моль. Официально зарегистрирован препарат в Лианфлексе в дозировке 0,4 литра на гектар с расходом рабочей жидкости от тонны до 3 тонн. Все зависит от размера томата и какой, скажем так, какой у него листовой аппарат, насколько он мощный. за сезон можно применить не более одного раза, чтобы не выработать резистентность, то есть устойчивость у данного вредителя в следующем сезоне. То есть его нужно комбинировать обязательно с другими препаратами. Александр, да, презентация, конечно, запись она будет. Если есть необходимость, мы ее вышлем вам уже после прямого эфира. Также по закрытому грунту зарегистрирован наш новый препарат Лирум в дозировке от 1,2 до 1,5 литра на гектар с расходом рабочей жидкости порядка от тонны до 3 литров. Кратность за сезон уже у Лирума не более двух раз за сезон. Очень важно соблюдать условия по кратности, потому что если мы будем применять препараты из одного класса действующих веществ, скажем так, нарушая регламенты, то система защиты в следующем году ослабнет, а в последующих годах она вообще перестанет работать. Поэтому это нужно помнить и работать согласно регламенту. Так. Ольга Гончар пишет. Здравствуйте. Подскажите, можно ли работать препаратом Проклаймфит на других культурах против логового мотылька? Если мы говорим об официальной регистрации, то, к большому сожалению, скажем так, согласно законодательству этого делать нельзя. Нужно работать только согласно регистрации. Но нужно понимать, что компоненты препарата Проклаймфит в принципе работают по чешу и крылам. Если мы говорим о клещах, это, скажем так, тоже довольно распространенный вредитель, да, чаще всего он начинает появляться в момент высоких температур, порядка 30-35 градусов Цельсия. На самом деле он появляется и раньше, но он не так распространен, и мы не обращаем на это внимание. Как только наступают высокие температуры, от момента яйцекладки до выхода личинки первого возраста проходит всего 2-3 дня, поэтому распространение при высоких температурах молниеносное. И если мы не будем предпринимать никаких профилактических мер, то в буквальном смысле слова клещ выпивает растение. Если мы говорим о томате закрытого грунта, то препарат лиром одновременно работает и по чешу и крылам, то есть по томатной моле, ну и также за счет своих компонентов очень хорошо сдерживает развитие паутинного клеща в такой же дозировке. Если мы говорим исключительно про работу по клещу, не трогая чешу и крылых, то официально зарегистрирован препарат вертимек. Я думаю все вы его давно уже знаете, он давно на рынке. В дозировке от 0,8 до 1,2 литров на гектар прекрасно справляется со своей задачей. Главное этими препаратами работать заблаговременно при первом появлении особи на листовом аппарате томата. Если говорить про такого рядового вредителя как тля, не стоит про него забывать, не стоит им пренебрегать, а так как тля является еще и разносчиком грибных и вирусных заболеваний, с ним побороться на самом деле очень несложно, главное вовремя. Путем внесения окторы в корневую систему с помощью капельного полива дозировки от 0,4 до 0,8 килограмм на гектар. Если мы говорим про растение размером менее 1 метра, то это 0,4 килограмма на гектар. Если мы говорим про растение с высотой более 1 метра, то конечно дозировки нужно уже побольше. Это 0,8 килограмм на гектар. Официально можно применить октору, не нарушая условия правила резистентности не более одного раза за СИЗО. Если говорим про такого вредителя, тепличная белокрылка, то октора также отлично с ним справляется параллельно с распространением тли. Также официально зарегистрирован условия закрытого грунта препарат пленум от 0,5 до 0,6 литров на гектар. И препарат лирум одновременно сдерживает не только чешуек крылых, не только паутинного клеща, но и белокрылку. Поэтому если условия складываются таким образом, что вам нужно одновременно сдержать всех этих вредителей, то можно применить препарат лирум и не делать никаких неистовых баковых смесей. Уважаемые друзья, вопрос от Ольги Филипповой. Вы упомянули, что нельзя использовать препараты одного класса. Может быть, стоило тогда указать классы в презентации, препараты, о которых вы рассказываете все из разных классов. Есть препараты, которые перекликаются по классам, но у них есть кратность, которую нельзя, скажем так, нарушать. Хорошо, я учту вашу просьбу и в следующих презентациях буду уже указывать классы, чтобы вам было проще строить свою систему защиты. Есть ли еще вопросы? Сергей, еще был по Редамил Голду вопрос от Виталия, мне кажется, повыше поднимись в 10.23. Какой срок ожидания Редамил Голду в открытом грунте? Порядка 14 дней. И вторая часть вопроса влияет ли концентрация раствора на срок ожидания? Нет, никаким образом концентрация раствора не влияет на срок ожидания. Нет. уважаемые друзья, если вопросов больше нет, я хотел бы передать слово своему коллеге из семенного отдела Сергея Чернышева. Он расскажет вам уже непосредственно о семенном материале, как подобрать томат, для каких зон и скажем так, многие другие нюансы, которые помогут вам при выращивании томатов открытого либо закрытого грунта. Сергей, прошу. Пока Сергей подключается, я напомню, что средства защиты растений на овощные культуры, картофель, все, о чем рассказывал Сергей, уже есть в доступе и в наличии у нас на сайте. Семена овощных культур мы сейчас готовим, и я думаю, что где-то через неделю портфель семян овощных культур также появится у нас на сайте с возможностью доставки и прямого получения к вам в хозяйство. Всем обязательно об этом сообщим. Ну и сейчас передаю слово Сергею. Добрый день, дорогие гости. Меня зовут Ченышев Сергей. Я представляю отделение семена овощных культур на территории Астраханской и Молгородской областей. То есть для начала что могу сказать, скажем, общеводная по томату. Как все знают, что томат это теплолюбивая культура, оптимальная температура для роста и развития растений составляет 22-25 градусов. При температуре ниже 15 градусов томат уже не цветет и при нуле томат погибает. Прекращение вот это уже, то есть прекращение пыления происходит при 10 градусах Цельсия, то есть уже начинает уже пыльца не созревает и цветы опадают. Также томат плохо переносит повышенную влажность воздуха, но для своего роста и развития требует много влаги. Растения томата очень требовательны к свету. Здесь уже при выращивании рассады, если при отсутствии досветки, особенно при выращивании рассады на раннюю культуру, растения бледнеют, то есть они уже вытягиваются и рассады получаются соответственно не того качества, не того развития. То есть очень важно для томата это свет, нужен свет. Что еще по томату очень важно, то есть по типу роста куста сорта томата делятся на детерминатные слаборослые и индетерминатные, это высокорослые. У детерминатных сортов основной стебель и боковые побеги прекращают рост после образования на стебле 2-6 иногда более кистей, стебель и все побеги заканчиваются цветочной кистью. Пасынки образуются только в нижней части стебля. Куст средних размеров от 60 см до 1,5 м. Здесь также еще можно выделить между детами и индетами, то есть есть промежуточные термины, здесь есть супердеты так называемые это когда у них растение прекращает рост после формирования на основном стебле 2-3 кисти и это очень компактное небольшое растение здесь это очень важно бывает при растении когда томат нужен для процессинга для переработки то есть здесь супердеты важны в том чтобы было как можно более компактное растение и как можно было плотное наличие на нем завязи и было как бы при одновременной созревании так скажем что еще можно отметить есть полудеты между индетами и детами вот полудеты как раз это те растения которые используют в основном в пленке в теплице так ну тут вопрос как защитить томаты от цикадки я думаю Сергей сейчас позову в конце расскажет после моей презентации что еще могу отметить уже сказал то есть о что я еще в этом слайде не рассказал после образования сихилистов пасанок заканчивается закладка цветочного бутона рост растения продолжается за счет ближайшего пасанка так проходит до конца вегетации так что еще по нашему ассортименту ассортименту компании Сингенты здесь так как я располагаюсь все-таки в Астраханской и Волгоградских областях для нас очень важно это сила роста растений то есть его блистенность его мощность очень важно для в нашей территории чтобы растение томата было как можно сильнее блистенно хочу порекомендовать несколько гибридов которые являются новыми но уже являются гибридами которые признали переработчики признали производители на свежий рынок это один из них это хаппинет это наш розовый томат розовый дед то есть плоды можно начинать собирать у него уже через 70 дней после высадки рассады как я уже ранее сказал это растение с хорошей большой силой роста это уже видно в поле он поразительно уже отличается от более так скажем слабых растений томатов то есть его видно он мощные растения с очень большим биологическим урожаем то есть мы насчитывали свыше 100 тонн биологической урожайности то есть это товарных плодов до 60 от 60 до 80 тонн можно с него собрать то есть очень мощное и сильное растение плоды на нем достигают размеров 230-260 грамм а также до 300 но это как правило первые кисти имеет яркий внешний внутренний розовый окрас что самое тоже важное могут сохраняться на растении длительное время в поле то есть у нас мы испытывали до 20 с лишним дней первый уже первый созревший томат так скажем был в кузов находился на растении и сохранял свой качество сохранял плотность то есть он не развалился не раскисал также присутствует устойчивость этого этого томата к расстрескиванию и к вершине гнили но вообще в принципе к вершине гнили основная масса круглых томатов они имеют более высокую устойчивость нежели и сливки плоды высокой однородности плотные приятного розового цвета очень твердые и транспортабельные то есть данный томат достаточно далеко и хорошо едет вот Сергей я не знаю тебе вопрос подскажите как защитить томат от цикадки чуть позже тогда выступишь дополнительно от цикадки октора тоже способствуют сдерживанию данного родителя то есть именно в стадии взрослых растений да вот что касается цикадки это октора Сергей подсказывает в какой форме азот больше всего подходит для томатов огурцов ну здесь во-первых в период развития роста томата здесь азот здесь форма многие считают что она очень сильно важна потому что азот это вообще легкоусвояемый элемент его можно уносить в любой форме самое главное то есть для азота есть определенные фазы развития томата здесь все зависит от фазы его развития здесь есть множество схем питания это можно использовать его и как в форме кассов в форме мячные селитры то есть минеральных удобрений все зависит от фазы то есть здесь есть то есть что касается схем питания здесь уже можете обращаться здесь у каждой компании которая занимается производством продажей минеральных удобрений здесь у них свои формы есть у нас контакты с людьми можем как бы вас уже более так скажем более плотнее познакомить они вам уже подскажут на какой фазе в какой стадии что можно использовать второй гибрид на который хочу обратить внимание это сагатан честно вам скажу это один из самых наверное любимых гибридов в Астраханской области Волгоградской области этот гибрид он всегда оправдывает себя по качеству по урожайности самое основное что очень неплохо этот гибрид можно то есть он солится в бочках фермеры очень любят что если какой-то объем товара остался в поле то есть не дозрел они его убирают для себя засаливают и потом он хорошо расходится именно то есть по своим так скажем что могу сказать о сагатане сагатан один он относится у нас к крайним гибридам начинает созревать на 60-е дни от высоты роса также основной большой плюс это очень сильные мощные растения с хорошим листовым аппаратом сагатан очень хорошо укрыт он также завязывает плоды то есть нет у него проблем в завязывании плодов в жарких условиях отдача урожая у него происходит тоже за несколько приемов можно его брать то есть он не затягивает период именно сбора не длинный то есть он много очень устойчивости он квитовторе размер плода тоже также всем подходит это 140-160 грамм самое что основное это видно тоже на растении плоды выровнены то есть нет более крупных слишком мелких это средний размер порядка 140 грамм очень округлый плотный красивый плод как я сказал то есть он плотный значит он транспортабельный собирается то что они собираются с плодоножкой то есть у него за счет того что плотная кожура то есть плодоножка не травмирует сам томат по устойчивости я сказал то есть также у него есть устойчивость к вирусам что еще могу по гибридам компании что вам подсказать на мид ну это немножко более так скажем более такой уже известный давно присутствует на рынке гибрид компании Сингента то есть он уже хорошо подходит для свежего потребления для консервации веки период данного томата составляет 58-60 дней то есть это от высадки рассады до начала сбора урожая также у меня очень хорошее консервирование отдачи урожая за два сбора то есть основной объем томата вы уберете мощные растения ну опять же здесь я подбирал гибриды именно по мощности так как это имеет большое значение чтобы томат грубо говоря не горел в период высоких температур так как все равно какой бы лет и не было есть период времени когда температура зашкаливает то есть выше 40 градусов температура воздуха то есть и на почве доходит до 60 это очень важно томат который слабо облистен но начинает гореть и здесь уже ничто это не поможет для того чтобы собрать качественный хороший урожай потому что горелый томат это уже считаю что потеря качества урожая и всего остального плод сагатана овальной формы томат является салатным то есть он все-таки идет больше на свежий рынок ярко-красный цвет средний вес плода 120-130 грамм но в среднем он начинается от 110 наверное и до 130 грамм то что на практике видел то что он получается также хорошо транспортируется хорошо хранится на кусту то есть товарная урожайность у него порядка за 80 то есть если брать общую валовую то есть она также превышает 100 тонн здесь достаточно очень мощная урожайная гибрида по устойчивости также у него есть эта группа устойчивостей то есть он по своим характеристикам также не уступает своим тем гибридам о которых я рассказал ранее так на какие устойчивости есть вопрос от Сайла Жабаевой на какие устойчивости обращать внимание при выборе гибрида для открытого и защищенного грунта ну опять вопрос как бы для разных открытый грунт и защищенный грунт я вам так скажу это два разных направления что касается открытый грунт здесь больше устойчивости должно быть я считаю это все-таки крепковые заболевания должны то есть там должен быть больше неустойчив собрать защищенный грунт здесь очень важно устойчивость к вирусам потому что защищенный грунт накапливает очень много вирусов это и тивай то есть там очень вирусы для защищенного грунта имеют гораздо большее значение чем вирусы для открытого грунта так как все-таки в открытом грунте соблюдается чаще стараются соблюдать севооборот поэтому вирус все-таки это проблема вирусов снимается с его оборотом. В защитном грунте здесь все-таки надо подбирать томат с большей и с лучшей устойчивостью к вирусу. Надеюсь, он ответил на ваш вопрос. Так, про намип я рассказал. Что могу еще по нашим гибридам? Ну, перейдем к гибридам полудетам. Гравитет. Это также, наверное, самый известный гибрид наш для пленки, стекла, то есть антрациты. Все, что, ну, то есть до продленных культур, здесь гравитет, это, наверное, наш самый основной полудет, который до сих пор хорошо принимается и в Южном федеральном округе, и в Саратовской области, то есть основной объем продается как раз именно в Студа, вплоть до Самары, этого гибрида. Что могу сказать по гибриду? Гибрид, основное вот его преимущество, это тоже это урожайность, то есть более урожайного и более, так скажем, по качеству и плода гибрида, ну, то есть здесь очень тяжело найти, есть у него еще один такой собрат, я вам чуть позже по нему расскажу. Он также является один из самых ранних, он ультраранний гибрид, отдачу начинает сбор, первый сбор, это после 53, ну, в пределах 55 дней вы начнете собирать уже после высадки рассада данный томат. Вес гравитета от 180 до 200 грамм, круглый, идеально выровненный, ну, хороший темно-красный цвет с проблеском, то есть это очень такой хороший товарный вид. Устойчив он к образованию зеленых плечиков, ну, или зеленых пятен, так называемых, они плотные, транспортабельные, чаще всего формируют на данном гибриде 5-6 кистей, то есть я считаю, больше формировать, но смысла нет, потому что он может сформировать и до 7-9 кистей, но в основном товарный, ровный, качественный, это 5-6, то есть если, ну, лучше всего 5 кистей формируют на данном гибриде. Получают по форме, то есть это, как я уже сказал, это округлый, красивый плот. Очень имеет сильную, ну, многие полудет имеет очень сильную корневую систему, он подходит под выращивание весенне-летней, летне-осенние обороты, то есть это, ну, именно тот томат, который не требует, так скажем, и он очень пластичный, так прямо скажу, потому что он, получается, его вырастить на, так скажем, на среднем агрофоне, не очень требовательный агрофон. Так, ну, здесь по устойчивости, также у него есть устойчивости, вот вопрос немножко я, так, насколько важна устойчивость? Ну, здесь, я считаю, здесь все зависит от, опять же, от состояния в теплице, то есть если вы замечаете, что у вас уже есть, есть, как бы, раскакивают вирусы в теплице, здесь это, это важно, потому что сейчас очень, ну, скажем, очень большая, много скопилось вирусов в теплицах, а от вирусов избавиться уже очень тяжело, то есть это, очень, как бы, это надо и смена грунта, и обработка препаратами йода, здесь, ну, очень, я считаю, что очень важна устойчивость к вирусу, здесь, это неоспоримо. Так, ну, по гравитету я, наверное, все рассказал, то есть, ну, что по нему еще можно завершить, это один из самых ранних, один из самых урожайных, один из самых качественных результатов именно по полу-детам, это гибрид компании Сингента Гравитет. Близкий к нему по качеству, но немножко более, скажем, свежая генетика, это Деванет. Деванет в испытаниях, он немножко даже перешагнул по урожайности гравитет, это, ну, наверное, один из самых урожайных на данный момент по полу-детам, вообще у нас в портфеле. Он подходит для, рекомендуется для весеннего оборота, он также по сроку созревания, здесь не указано, также по пределам 55 дней, составляет, ну, то есть, 2-3 дня разница, чуть позже, можно за счет этого, чуть больше урожайность, чем гравитет. Очень хорошая завязываемость, также я рекомендую формирование пяти кистей на нем, то есть, здесь он за достаточно короткий период времени сформирует и отдаст урожай. Средний вес плода порядка 200 грамм, красивый, глянцевый оттенок, то есть, также не имеет зеленых плечиков, не растрескивается, каких-то проблем, то есть, с внешним видом плода, то есть, я не замечал. По, как я уже сказал, здесь по реализации, то есть, это все-таки реализация в свежем виде, это, это пленочный, это качественный пленочный полудет. Что еще могу сказать? Самый, ну, сейчас перейдем к, это, к индетам, здесь, уже в линейке индетов, наш самый ходовой, самый главный, гибрид на данный момент, это гибрид мамстон, это гибрид розового томата. Что могу об этом гибриде сказать? То есть, по сроку вегетации, он начинает, сбор урожая, это порядка 65 дней, чуть выше, чуть больше, от высадки рассады. Размер плода 230-250 грамм, на первых, ну, первые кисти, они всегда немножко крупнее, то есть, это до 300 грамм. Устойчив к растрескиванию, вершинки, также на нем не замечал, ну, опять же, это круглый томат, здесь с вершинками все-таки чуть проще, чем со сливками. Очень твердый, очень транспортабельный, но изначально, как бы он и выводился, как транспортабельный томат, для того, чтобы его можно было выращивать в южных регионах и вести на реализацию в северные регионы. То есть, по вкусу, хороший, яркий вкус, по цвету, также здесь, как бы, что касается розового томата, он не уступает конкурентам. По устойчивым к вирусу, здесь уже как бы тепличники, они, я все-таки еще раз хочу вам сказать, что больше, я больше связан с открытым грунтом, больше испытаний и всего, что связано с томатами. Это открытый грунт по каким-то определенным тонкостям и устойчивостям к вирусам, к именно специфике защищенного грунта, продленных оборотов пленки. Здесь уже, если есть какие-то вопросы, можете напрямую обращаться, здесь будем подбирать уже через более узких специалистов, потому что я вот в эти устойчивости глубоко не иду, потому что здесь есть там своя определенная специфика, которая, то есть она отличается от, вообще вот проблем, проблем защищенного грунта, они не всегда связаны с проблемами открытого грунта. Это две разные темы. Что еще здесь по растениям, по данным могу сказать? Это генеративное, то есть хорошее, мощное растение с открытым гамбитусом, подходит для формирования в один, ну как бы реже в два стебля, чаще все-таки в один стебель и уведут. Рекомендован для весенне-летнего и летне-осеннего оборотов. Также является он пластичным, ну толерантность, пластичность это близкий фактор. Здесь стрессы хорошо выдерживает, низкую освещенность, перепады температур, хорошо выдерживает, выдерживает. Здесь все-таки более яркий вкус, это уже подтверждено, все-таки он у него получается при сборе в стадии полной зрелости. Ну и эта стадия не означает, что он начинает размягчаться, теряет транспортабельность. Так, вопрос поступил от Анастасии Барсуковой. Скажите, пожалуйста, обработка подкормка томатов раствором воды и йода полезна? Если да, сколько раз в сезон есть смысл подкормить? Ну, с подкормкой йода, я, если я вам сейчас правда скажу, я не сталкивался, йод чаще всего рекомендуется. Он идет как средство для обеззараживания, то есть средство перед высадкой, обработка фарма-йодом теплиц, здесь она рекомендуется, но здесь она больше рекомендуется как средство профилактики вирусных заболеваний, то есть подкормка йодом, в принципе, сам по себе йод, растение необходим, но в период вегетации подкормка йодом, мое личное мнение, не нужно. Здесь есть по этому поводу как бы споры, вопросы, но йод необходим только как средство для обеззараживания тепличного грунта, тепличного самого каркаса, это используется только до высадки растений, то есть либо уже сразу, только сразу после высадки, впоследствии я с этим не сталкивался. Возможно, есть на эту тему какие-то работы, мысли, но лично, то есть в работе я с этим не сталкивался. Что еще могу сказать по ассортименту компании Сингента, по индетам для теплиц, сталкивался с гибридом Фантастина, то есть сам его видел, мне очень нравится его внешний, то есть показатели внешней данной, это цвет, очень красивый, насыщенный цвет, с ярким блеском, вес плода до 200 грамм, это 170-190, ну, ближе, то есть вот в этом, то есть до 200 грамм он раскачивается легко. Вегиционный период, да, он уже попозже, но это все-таки индет, и у него сроки вегетации гораздо более длительные, чем у тех же полудетов. Что еще можно сказать, плоды приплюснутые формы, округлоприплюснутые, то есть они, опять же, здесь этот томат выросший для того, чтобы он мог ехать, ехать далеко, достаточно плотный томат, ну, и хранится очень, 20 с лишним дней без потери качества, спокойно едет. Также у него, я не видел зеленых плечиков, томат не растрескивается, то есть выращиваете его, рекомендуете и в первом, и в втором обороте, и в пленке, и в антрацитах, то есть здесь, в этот томат, все, да, мы хорошо себя показываем. Реализация, ну, как и любого пленочного томата, это все-таки реализация в свежем виде. Здесь, в этом, как бы, здесь все, как сказать, ну, любой пленочный томат, это все-таки, это не переработка, так как это слишком дорого, и это все-таки свежий рынок, это реализация и использование его в качестве салатного томата. Ну, здесь по, так скажем, в любом случае, те, кто занимается теплицами, решил немножко от себя вставить и напомнить про наш гибрид огурца. Давно очень, и давно присутствует на рынке, давно его знают, и может быть, поэтому немножко уже в общем ассортименте гибридов, включая наших, он немножко уже под замылился, что ли. Хотел бы о нем напомнить. Это гибрид спина. Здесь, что в этом гибриде могу сказать, все то же самое. Это гибрид не за время своего присутствия на рынке не потерял своих качеств. Это один из самых неубиваемых гибридов. То есть, Астрахань в городском области узнает достаточно хорошо. Если кому-то интересно, то есть, также вы про него вспомните. это гибрид, то есть, он очень, как сказать, по урожайности, по качеству, по плотности. Если есть у кого-то заказы и есть спрос на ЦФО, то есть, это гибрид темно-насыщенно-темного цвета. То есть, где-то местный рынок требует именно темный огурец, это Астрахань тоже. Рынок в городской области трейд будет более светлый, он уже немножко не подходит под Москвой. Москва также потребляет темный, насыщенно-темного цвета плоды. Вот это как раз спина. Плодоношение начинается на 40-й день у него, то есть, при перерастании этот огурец не бачкуется, то есть, они не перерастают в ширину, в толщину становятся. Вкусовые качества также у него отличные. Зависть у него здесь идет, первая, которая идет не пучковая, но в начале развития огурца так пучковая зависть на самом деле не есть хорошо. Те, кто занимается огурцом, это знают. Так как многие зависти, уже если этот пучок идет на ранней стадии развития растений, просто не вытаскивают растения, они осыпаются. Он также является очень пластичным, то есть, его получается вырасти новичкам и профессионалам, что тоже я считаю важным для любого гибрида, не только огурца. Устойчивость к вирусам, здесь практически ко всем вирусам огурца, я как говорил, в теплицах это важно, он очень хороший устойчивый, там надо почитать, посмотреть, что какие устойчивости. Здесь и к вирусу огуречной мозаики он устойчив, это я видел. Подходит для выращивания во все обороты, то есть, не видел я только, чтобы он как-то сильно реагировал на низкую освещенность, то есть, он ведет себя стабильно. То есть, подходит для выращивания весенний, летний, осенний сезон. Не приходив к технологии, открытый тип растения, то же, что еще важно по этому огурцу, то, что он не сильно генеративен, то есть, у него небольшое количество логовых побегов, что облегчает работу с ним. Очень высокий выход товарной продукции. Что еще? Ну, хотел бы порекомендовать, порекламировать наш сайт, сайт овощная усадьба. На данном сайте вы можете найти любую информацию по нашим овощным культурам, причем это реальные съемки с реальных участков, реальных полей, с хозяйств. Там наши менеджеры где-то совместно с хозяином поля, где-то сами. Здесь можно найти все, вот салата до арбуза, по каким-то вопросам, по гибридам, все для себя посмотреть. То есть, это именно 3D-тур. Можете выбрать для себя регион, культуру, гибрид и все как бы про него узнать, услышать, посмотреть. Мобильное приложение, я уверен, что у многих, кто сейчас участвует в данном вебинаре, есть мобильное приложение, в котором вы увидели анонс данного мероприятия. Здесь также хочу порекомендовать. Есть мы также в соцсетях ВКонтакте, Телеграм, то есть, были мы в тех, которые сейчас в России не присутствуют. Здесь активное участие компании в данных сетях. Также рекламирую, посмотрите. Там много интересного, нового можете найти и про гибриды Сингент, и про, скажем, все остальное, что касается компании. Ну, онлайн-магазин уже здесь, я думаю, многие о нем слышали, и сейчас, как бы, мы... Самое важное я хотела сказать. Во-первых, умный онлайн-агромагазин «Сингент и фермер» это не только площадка, где можно приобрести наш товар, это в первую очередь место, где вы можете задать свои вопросы и получить на них ответы. Когда вы зайдете на сайт, вы сразу в верхнем окошке увидите телефон, начинающийся на 8800. Если вы не знаете, как и какими продуктами решить вашу проблему в поле, если вы не знаете или вам... у вас нет желания сейчас разбираться, как купить, пожалуйста, нажмите на этот телефон, позвоните в наш колл-центр, и вам ответят на все вопросы и технического характера, и вопросы, связанные с покупкой. Вопросы агротехнического характера все уходят нашим техническим экспертам, поэтому не обещаем сразу же на телефоне, но вы получите качественный развернутый ответ, и мы всячески окажем вам помощь и поддержку. Также сразу скажу, на сайте в меню есть раздел «Спросить эксперта», можете туда зайти, и если вам не хочется сегодня разговаривать по телефону, вы можете кликнуть на иконки WhatsApp или Telegram и письменно озвучить ваш вопрос, мы вам также в письменном виде ответим. Второе, все продукты, которые представлены в нашем сайте, сейчас это портфель среди защиты растений для овощной культуры, картофеля. Очень скоро, я надеюсь, в течение недели выложим портфель семян, это все оригинальные продукты производства компании сингента, которые вы получите и непосредственно покупку вы осуществляете от наших официальных дистрибьюторов. Ну, конечно, традиционно все преимущества онлайн-покупок, к которым мы уже привыкли в нашей жизни, это покупка 24 на 7, не выходя из дома или для вас, скорее, наверное, актуально, не выходя с вашего поля. В любой момент можете зайти и покупку осуществить. При этом, что очень важно, мы минимизировали все бюрократические процедуры, вам не нужно подписывать контракт, это делается нажатием галочки, вам не нужно переводить средства по банковскому счету, вы оплату осуществляете по банковской карте. И последнее огромное преимущество, которое вы получаете при покупке через наш магазин, это варианты удобной логистики либо доставка в ваше хозяйство, либо вариант получения товара в точках самовывоза, адреса которых вы можете увидеть в процессе покупки. Еще раз напомню, что на первую покупку сегодня всем участникам вебинара мы предоставляем промокод, промокод звучит, на слайдах его нет, я напишу в чат, автомат 5, промокод дает скидку 5%, но в материалах, которые мы будем отправлять, мы еще раз этот промокод продублируем. следующее, что я хотела рассказать или показать, сейчас мы работаем и в этом году мы запустились в трех областях Краснодарский край, Волгоградская область и кусочек Ростовской области, где мы также осуществляем доставку, и у нас есть одна точка самовывоза, всего у нас 11 точек самовывоза, большинство которых расположены в Краснодарском крае, поэтому краснодарцы, конечно, здесь имеют преимущество, пожалуйста, выбирайте удобную для вас локацию, но практически везде мы осуществляем доставки, поэтому это также очень удобно, и вы можете сделать покупку с опцией доставки. По навигации по сайту говорить не буду, пожалуйста, заходите на сайт, можете сейчас открыть камеру, кликнуть QR-код, и сразу окажетесь на сайте, еще раз, если вопросы, звоните в колл-центр или пишите в наши чаты, мы вам поможем, и еще есть вопросы, давайте мы тогда продолжим с завершением вопросов, прежде чем будем отключаться. Спасибо. А, Сергей, это был твой ответ. Анастасия. Анастасия. Также был вопрос от Натальи, Ленинградская область, где купить и защиту, и семена, не фермеру. Наталья, зайдите, пожалуйста, на наш главный сайт сингента.ру в разделе «Где купить?» Вы можете выбрать Ленинградская область, посмотреть список дистрибьюторов, или если, ну, по вашей формулировке, да, я поняла, что вы не фермер, вероятно, небольшое хозяйство, да, или садовод, то такие покупки, если говорить про Ленинградскую область, сейчас через дистрибьюторов компании сингента мы не осуществляем, по мере расширения сингента фермер, да, это наш магазин как раз по розничным объемам, придем также в Ленинградскую область, пока нет, пока те области, которые мы озвучили, поэтому, ну, скорее всего, приобрести можно в розничных точках, агромагазинах, которые, как правило, есть в районах, в областях. Минимальная сумма магазина, суммы заказа в магазине нет, вы можете заказать одну канистру, даже одну однолитровую канистру можно заказать, оплатить и либо забрать, либо вам привезут. Также я сразу хочу, друзья, подчеркнуть, что мы уже поняли, что не все до сих пор верят, что мы осуществляем доставку даже одной канистры, но это так, да, мы можем привезти или наши дистрибьюторы даже одну канистру. Если еще вопросы, пожалуйста, пишите. Хорошо, если нет вопросов, тогда запись вебинара мы всем зарегистрировавшимся пользователям отправим на WhatsApp или по электронной почте, в зависимости от того, какой контакт вы нам оставили, и были рады всех видеть в этот вторник, первый рабочий день на этой неделе. Будем также рады вас видеть на наших последующих вебинарах, которые мы продолжим проводить в этом сезоне, обязательно получите все приглашения, и желаем вам хорошего дня и отличных здоровых урожаев, посевов. Сергей, Сергей, вам спасибо большое за ваше выступление. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание, ждем вас на следующих вебинарах. Спасибо, всего хорошего.